22 июня. Обычный воскресный день. Более чем 200 миллионов граждан планируют, как провести свой выходной. Сходить в гости, сводить детей в зоопарк. Кто-то спешит на футбол, кто-то на свидание. Скоро они станут героями и жертвами войны. Убитыми и ранеными, солдатами и беженцами, блокадниками и узниками концлагерей, партизанами, военнопленными, сиротами, инвалидами, победителями и ветеранами Великой Отечественной. Но никто из них пока об этом не знает. Лена из Ленинграда, Женя из Поволжи, приехавшая с родителями в Михайлов, Розы из Хмельницкой области, Коля, Саша, Галя, сколько их таких! Юношей, девушек и детей, так и не успевших пойти в свой первый класс, встретить юность под мирным небом, отрезать столько хлеба, сколько хочется. Внимание! Говорит Москва! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Я помню папа, он же гражданскую воевал, и пришел, он в 17 лет бригадиром был, пришел в дом, коров пригнали, коров пригнали, коров загонял, пришел говорить, да, наверное, я с вами прощусь, война, война. И ему повеска прям первым. Приемный пункт был в арских, всю ночь не спали, сухарики сушили, мать дала, сало достала, носки ему двое, все положили в рюкзак и пошли его провожать. Простился с нами, поцеловал, молитесь вот обо мне. В полину не ждите, в полину я не пойду. В учебниках истории почему-то не пишут, как в рязанских деревнях и селах заживо сжигали людей, ставили виселицы. А ведь в одном только Михайлове немцы в упор расстреливали мирных жителей из пулеметов. В 41-м году, в декабре месяц, когда в наш город Михайлов пришли немцы, мне было безнесливых месяцев 5 лет. Эти дни я очень хорошо помню, два дня они там находились и бомбили, бомбили. Вошли когда немцы, я была в школе, училась я, наверное, по-моему, в третьем классе, да. И вот большая перемена. Нам в то время уже давали кусочек хлебушка чёрненького и 10 этих изюминок. На большой перемене. Мы съели завтрак, съели за парты, и вдруг начался гром. Вроде было солнышко, так хорошо было. Ноябрь месяц, почему это мне ноябрь месяц запомнился? Потому что немец у нас был две недели только. Застрелили директора Рачатинской школы Милосердина. Я потом в школу, когда пошла учиться, его жена была директора. У двоюродной сестры застрелились. Сын тоже Виктора. Был директор за год Зерно Рябов, его сын застрелили. По домам мы бежали, а уже самолёты летят, бомбят. Ой, такая была неразбериха, а нам так было страшно. Мы же дети, мы все сбежались домой, прибежали, все спрятались в этих, в подвал ещё не бегали. А в квартире мы все собрались, трясёмся. А папу, по-моему, уже не был. Папу, наверное, уже взяли на фронт. Бой был на Чёрной горе, там был монастырь, старинный монастырь, очень большой. Как мимо идёшь, глазницы, одни окна, обвалы, обвалённые были церкви. По-моему, три или четыре в Лещенке, тут рядом с пекарней, две школы разбомбили этот монастырь. Одни на всех дырявые пальто и сапожки зимой, лебеда и печёная картошка летом, бесконечные снопы и окопы осенью. Это было голодное детство детей сороковых. И сколько бы ни прошло лет с тех пор, они будут помнить каждый день, который забрала война. Продолжение следует...